всем привет с вами купидитас и александр горон из интерпарус мы уже много с сашей наснимали видео но так и не успели так сказать захватить его экспертные знания и притащить сюда к нам в виде интервью мы уже много наснимали видео там и как купить яхту на нашем примере там про регистрацию кое-чего еще а поскольку саша работает не с одной яхтой как мы мы-то одну всего покупали а он работает с продажами и покупками яхты постоянно и поэтому александр я хочу сегодня расспросить вот саш какие наиболее часто распространенные ошибки или заблуждения вот у клиентов с которыми ты работал ты встречаешь понятно что ты их там можешь направить немножко подкорректировать подсказать но вот к сожалению не все успевают к себе обратиться да и тот кто даже этого не сделал чтобы они могли не попасть в просак будем это так называть подскажи вот какие есть основные заблуждения такие прямо стереотипы стереотипы да вот человек который смотрит наше видео думать куплю-ка я себе яхту ну и по какой-то неведомой причине к тебе не обратился чтобы он не попал в просак давай расскажите не вопрос да приветствую всех зрителей канала купить и дос и что мы можем как бы выделить да скажем 7 причин таких основных всем ошибок всем ошибок которые по статистике просто будем ошибками их называть до присутствуют у наших клиентов то есть номер один наверное самое главное это вот что наши клиенты покупают яхту ради яхты да это еще как-то присуще скажем там по автомобильным мотивам но когда человек просто смотрит на яхту и хочет чтобы она вот как бы была супер универсальная и выполняла абсолютно все-все-все-все его как бы капризы мечты и все мечты запихиваются правильно яхта же это дорого лакшери заплатил кучу денег да лакшери да лакшери это для нас здесь как ты видишь вообще да лодки начинаются от небольшого размера да и как бы они приносят не меньшее удовольствие клиентам то есть универсальность это забудьте потому что не придумана еще ни одна яхта которая может быть полностью удовлетворить ваши запросы то есть это не может быть круизер с маленькой осадкой гоночной какой и участвуете в гонках вокруг арктики вокруг арктики да предназначены для экспедиции на северный полюс вот когда-нибудь я схожу в норвегию еще она должна быть у меня рыболовной яхтой ну вот да я немножечко утрирую но примерно так то есть чтобы покупка вам приносила удовольствие чтобы это действительно была вещь которая будет радовать вас сосредоточиться над тем как и где вы хотите плавать над программой плавания вот как говорят европейцы да то есть и в эту программу плавания более шлифуйте знаниями почему да то есть вы должны понимать окей я буду ходить семьей но если вы сразу ваших мечтах появятся внуки дедушки прабабушки в 10 друзей ну опять же как бы ну такую яхту наверное еще не придумали да если мы говорим о небольшом размере всех в тузик всех в тузик да заканчивается это тем что в первый сезон люди приглашают массу друзей устают потом говорят да теперь надо отдохнуть от того сезона и переходят опять же на более европейский стиль то есть приглашают не больше одной пары ну да 10 друзей ну десять пять раз пригласили вы попал пять под по паре вот не больше но и даже вот из нашего опыта у нас было такое ну собралась куча вот моих друзей там самом начале ну и то в итоге каждого не самая маленькая лодка вас как ну а 37 футов ну да ну и как бы все равно все разместились в отеле мы там пару дней походили покатались там и все и все это был один раз всем вместе собраться тяжело из разряда невозможного у одних отпуск у других там внучка родила у третьих щенок там какой-то завелся то есть кто-то заболел такое практически не бывает что все такие собрались и приехали может быть один раз там в пятилетку такое случится но и ты наверное знаешь психологический аспект всего этого мероприятия люди с которыми вы отлично ладили в десятером шестером на берегу вдруг становятся другими в замкнутом пространстве вы остро начинаете на третий четвертый день ощущать какие-то их повадки капризы назовем раз до конфликтов никогда не доходило слава богу но тем не менее да такое есть это есть по статистике это есть и психологический фактор выходит просто на первый уровень и как бы собственно говоря учтите это еще хотелось бы добавить по поводу универсальности да то есть выбор акватории это не значит что если вы определили так точнее вы должны определить так средиземка и только в ней ходить нет абсолютно не так можно сходить вот и в норвегию ну скорее всего может дальше она может и не захочется кстати вы можете сходить там и еще куда-то для канары на канары да ту же атлантику на всем пересекает просто вопрос в том что до основное вы должны определить что больше вы будете стоять или больше ходить если вам надо вот нон-стопом нарезать круги это будет скорее всего там одна лодка какая-то там ну вот полностью подготовленная под это а если но но если человек новичок не будет сразу но это не значит что выбрав одну акваторию на этом все ваша лодка больше ничего не может нет все лодки могут многое просто у одних это получается лучше у других чуть-чуть по практически у всех лодок неограниченный район плавания то есть класс а вот даже вот вот эта лодка на которой мы сидим 31 фунт то есть на ней спокойно по категории корпуса можно идти через атлантику добавив специального оборудования вот это надо учитывать то есть спрашивают вот океанскую лодку они все океанские все вот о том спектре о котором мы поговорим о котором сам канал грубо это там от 30 до 60 фунтов лодки вот они все собственно говоря океанские по корпусу в основном ну единственное там надо идти конечно по погоде да то есть океанская это не значит что там ага 60 70 узлов дует но у меня же написано что океанская нет надо соразмерно как бы погоде подбирать 60-70 узлов и на реке будут опасны тоже волны есть очень опасные на речках на водохранилище вот для того чтобы как бы избежать вот этих ошибок о которых мы будем говорить надо себе задать вопросы экипаж каким экипажем я буду управлять но до 60 футов ну как бы не тяжело до 50 точно не тяжело научиться самому подучить супругу либо какого-то друга и как бы научиться управлять этой лодкой ну да второе об район плавания район плавания обычно начинающие яхтсмены которые побывали в чарты у которых есть мечта это правильно все люди покупают мечту это хорошо но идет мечта вот я пойду в кругосветку я пойду если это начинающий яхтсмен обычно 3-4 сезона он проводит в средиземке как минимум а то и 5 и 6 и 7 вот после этого идет выход на канары там на модейру ну он не является каким-то очень тяжелым и для этого не нужно супер какая-то яхта вот и потом через атлантику атлантика если идти по ветру вы знаете нужно просто побольше книг да да все то есть это одним галса можно пересечь опять же это не 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 опасно вот соответственно не надо какая-то спец яхта спец размер спец подготовка вот для вот этого как бы для вот такой программы плавания для атлантики разве что может понадобиться опреснитель который да по сути на западной средиземке он не нужен он может понадобиться только на некоторых островах греции а также ну вот там турция италия везде вода есть она бесплатная либо там два-три евро то есть он не нужен вот 10 тысяч вы отдадите где 6 где 7 где 12 и уход за ним все-таки такой более щепетильный более нежный универсальных яхт не бывает поэтому расставляйте себе в первую очередь приоритеты как вы хотите использовать каким экипажем где плавать и сколько времени проводить на яхте это очень важно то есть это наверное номер один вот и кроме этого подводите все под бюджет бюджет тот который есть у вас хорошая яхта та которая у тебя сейчас а не та которая будет когда-то в мечтах поэтому на небольшой яхте и всегда есть возможность потренироваться из этого исходит вторая ошибка гигантомания вот как бы сколько кризисом не бывает но наверное нашему человеку присуще все побольше покрупнее а потом что с этим делать то есть до сих пор присутствует как бы вот идея что там яхта должна быть побольше 50 60 футов и так далее так далее к этому ран побольше но параллельно с этим опять же идет вот не сейчас я вот сейчас еще пару лет поработаю еще вот и я я сейчас могу себе там 30 40 футов позволить но вот через пару лет потом еще пару лет потом еще пару лет ну мечта остается просто мечтой к мечте на время идет да к мечте надо относиться все-таки с ответственностью их надо воплощать тогда вот мальчиков больше тестостерона появляется в организме поэтому мечта должна реализовываться как можно быстрее это раз во вторых меньше лодка она менее меньше требует бюджета для обслуживания для стоянки то есть она тянет за собой очень много экономии и нельзя сказать что море как-то вот по-другому выглядит для океана между там 40 и 60 футами абсолютно для него это не размер да да может быть между 12 метровые яхты и 200 метровым танкером размер есть у разница да вот ну для океана нет разницы 60 40 футов абсолютно ни на что это не влияет ну разве что может быть на скорость да потому что но он бежит ульи до лодка 37 футов нормальный душ ты стоишь полный рост гости тоже полный рост стоят кровати в полный рост да у меня мы сейчас находимся на яхте 31 фут и то же самое мы проходим в полный рост везде две каюты с нормальными кроватями вот поэтому учтите от 32 футов уже у вас как бы вы не ограничены в каких-то анатомических эргономических вопросов то есть все элементы комфорта уже присутствуют просто с размером как правило что у нас чуть-чуть добавляются каюты потом они начинают дальше чуть-чуть расти чуть чуть больше кают компании но может быть кому-то надо понятно что если у вас например семья например не знаю там трое детей разных возрастов и разнополые да скорее всего тут потребуется дополнительные каюты и может быть действительно имеет смысл посмотреть катамаран но если там семья с одним ребенком и иногда приедут друзья внутри каюты это предел да и самое важное что я для себя понял что чем больше кают в лодке тем меньше в ней комфорта что например в лодках до 40 футов мы для себя вывели лучше иметь было бы две каюты и техническая и техническую комнату то есть хозблок какой-то рундук большой да но это элементарно удобней вот это вот зато всегда можно превратить ее в каюту а хозблок не превратить нет есть хозблоки можно превратить на место в любом случае в любом случае невозможно если ты уже положил туда вещь ты уже ничего никуда не превратишь на вот следующий владелец после тебя может что-то превращать там выкинув святое барахло ну да размер для там 40 42 фута вот было бы уже ну и даже излишне наверно много да сейчас сейчас комфорт легко добиться на лодках до 40 футов поэтому учтите а лодка должна быть в удовольствие поэтому ну как бы не надо покупать лодку на последние деньги это раз во вторых меньше лодка легче рулится легче вы при руливаетесь если это вас так сильно как бы вот захватит то два варианта развития или вы скажете да мне достаточно этой маленькой лодки просто добавите оборудование либо у вас появится лишний день и вы скажете окей блин я теперь вот такой крутой моряк что я вот тебе в любом случае это будет выгоднее решение чем сразу хвататься за большую лодку непонятно на каком оборудовании останавливаться и а потом не справиться разочароваться в этом и продавать ее потом просто за бесценок потому что когда уже идет вот такое разочарование это идет уже эмоциональная продажа и вот так вот мы плавно подошли к третьему пункту то что как бы любят наши люди спрашивать а сколько там кают и мне кают да побольше еще вот присутствует немножечко отходит но все равно скажем наверно больше половины клиентов об этом говорят и как вот илья сказал ну как бы две каюты и плюс спальное место в салоне раскладной либо гостевая да да этого предостаточно могу привести пример как сейчас я был на люрисе с нашим клиентом и он хотел трех каютную увидеть 45 45 45 футовую яхту alert 45 и 9 и из шести лодок на верфи на понтоне не было ни одной вот там были уже ну как бы такие ну непрофессиональные яхтсмены да а просто хорошо уже увлекающиеся яхтсмены с опытом с опытом да это были американец французы немцы голландцы и вот собственно говоря их устраивала комплектация две каюты техническая каюта и место в салоне кровать превращающаяся в спальное место двойное спальное место этого было достаточно у них вот как бы такой стиль и подход был поэтому вот здесь как бы думаем и зависят просто от обстоятельств вы лодку покупайте не для друзей да то есть это это самое важное для себя если ваша семья многочисленная в виде детей которые живут с вами и будут путешествовать хотя бы там первую часть своей жизни с вами тогда безусловное количество кают оправдано если нет ну как бы наверное не стоит гнаться за именно каютами до четвертым пунктом мы поставили опять же мы уже это упоминали до излишнее оборудование излишняя оборудованность яхт то есть хочется всего и побольше и в большом размере это грозит следующими проблемами во первых во первых это деньги хорошее оборудование морское все равно стоит дорого мы можем бесчисленное количество раз говорить вот дизель генератор можно взять какой-то китайский что-то сделать но никто этим не занимается а вот можно карт плотер самому спаять и так далее так далее в любом случае вы возвращаетесь к тому что надо ставить морское оборудование но все равно дорогое как-то не крути но стоит денег это раз и соответственно вы тратите деньги и вы еще потом тратите время это каждая точка оборудования это каждая точка внимания каждое лишние точки сервиса за которыми вы должны следить и ваш цельных начинает превращаться как бы в такой кошмар вместо того чтобы пить шампанское в красивых местах да 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 тут контакты почистить там слазом вызвать гарантийщика там то там все и это как бы вот ужасно я отговариваю всегда отговариваю людей от лишнего оборудования я очень долго как бы беседую насколько эта позиция особенно дорогие позиции насколько они нужны вообще и так далее так далее в итоге вот сейчас тебя перебью саж тогда получается по четвертому пункту оборудование и побольше да предлагаю тебе снять вообще отдельное тогда видео да просто вот набор там например есть несколько категорий до оборудования безопасность понятно безопасности экономить нельзя но тоже я думаю и по категориям какое оборудование например у человек не знает первую яхту покупает что что чартер не чартер это одно первую яхту покупает очень много алгоритмов алгоритмы можем дать снять с удовольствием потому что важно что-то на верфи заказывать просто обязательно а что-то можно и очень много нюансов давайте на четвертый пункт запоминаем что оборудование бывает все-таки излишне много а раскроем это уже в отдельном видео да да и вы должны понимать что излишне оборудование не всегда положительное влияет на цену продажи на рынке бу на секонд-хенд рынке то есть там европейских покупателей она иногда даже просто пугает потому что они понимают что это лишняя как бы возня с демонтажом потому что его надо убрать просто это лишний вес их это все пугает наши клиенты многие просто не готовы платить а наоборот просто используют это как лишнее лишний рычаг давления на то чтобы снизить цену в итоге это оборудование просто потерянные деньги потерянные нервы и оно не принесет вам каких-то излишних плюсов о которых вы думаете сидя на берегу вот возле компьютера и возвращаясь к нашим европейцам мы должны указать пятый пункт нашего списка есть такая легенда я не знаю откуда она взялась но устойчивая что не все думают потому что люди сейчас больше работают все-таки с европой что можно списать ндс с бушной лодки то есть понятно когда вернуть 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 ндс да то есть понятно когда вы покупаете новую яхту на верфи вы как не резидент европы и и покупаете без ндс без европейского без европейского да и ваше право Где его платить или не платить Вы как не резидент Европы Имеете право не платить НДС Просто выходить раз в полтора года Из Европы Может быть вы в Малайзии будете сыли Зачем вам европейский Малайзийский НДС Можно платить И существует такое мнение Что с былушной лодки Можно каким-то образом вернуть НДС Такого нет Если она уплачена Она уже в стоимости И если для вас важно Раз в полтора года не выходить Из Европы Это просто дополнительная опция Дополнительный бонус А если вам попадается лодка без НДС В минимальных случаях Это либо лодка Наших клиентов Которые не резиденты Либо в массовом порядке Это чартерные лодки Иногда их тоже маскируют Под private лодки Под частные лодки Будьте внимательны Вот поэтому Собственно говоря Вот такой вопрос Его нельзя вернуть С бушной лодки Если он уже уплачен Но Если вы купили такую лодку Просите пожалуйста Сертификат об уплате НДС И храните его Даже копию В хорошем качестве И вы себе Даже под другим флагом Будете иметь возможность Не выходить Об этом мы тоже Кстати можем потом Снять Про регистрацию Если успеем Потому что регистрация Это огромный блок информации Который надо Отдельно Снимать Так Что у нас еще Какие у нас есть Еще пару Да Пару мы можем Добавить таких пунктов Вот абсолютно Такая легендарная вещь Вот блин Она Как религия Потому что Религия Это вот Когда ты веришь Просто 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 веришь Без всяких Как бы Подтверждений Подтверждений Да Да Называется Это религия В Америке Яхты дешевле Вот Как бы Я Каждого американца Спрашиваю Здесь Для Рошели Которые покупают Новые яхты Или БУ У вас же там Яхты подешевле Я вижу только Большие американские Глаза Собственно И все Он говорит Ну в лучшем Суть лучия Может быть Мусор Какой-то Подешевле А Более-менее Приличная яхта Это Абсолютно Не так И Нету никаких Как бы Нету никаких Подтверждений Этому Я думаю Что вот просто Был канал Одно время Сейчас он по-моему Уже не Не работает По поводу Жизненной яхте В Америке Но Там обсуждались Именно стоячие яхты То есть Была яхта Как дом Просто вот она Привязана Можно ее там Ну не все яхты Но некоторые Можно было даже Перемещать Из марины В марину Там Ну С таким Очень Да-да-да Что-то Показывали Какую-то убитую Самопальную яхту Вот она Полторы тысячи Стоит Но это Была На заднем плане Самопальная Яхта Которая Столько же Здесь Стоит Которую Зарегистрировать Проблема Будет То есть На ней Еще неизвестно Сколько На ней Висит Долгов В марине И так далее И так далее Но то есть США Вместе с Канадой Являются Крупнейшим Рынком Для Европейских Яхтостроителей Крупнейшим То есть Туда их везут Своим ходом Паромами Сами американцы Сюда приезжают За новыми Забыл Яхтами Из этого Из этого Мы выводим Наш последний Пункт Седьмой Седьмой Миф Который Присутствует На Как бы На нашем Пространстве А вот Я возьму Лодку До Поубитей Да После ураганчика Да После урагана И сам Ее восстановлю Ну Если вы смотрите Это видео Значит Вы еще не Восстанавливали Лодок Я вам желаю Удачи Помните Что компания Интерпарус Поставляет Самое дешевое Оборудование Мы вас ждем Да Это я Как бы Стебусь Вот То есть Не лучшее Оборудование Не Оборудование Будет лучшее Только его Надо будет Много И постоянно И Мы не Привыкли Считать Вот такие вещи Как Человека Часы Которых Нужно Безумное Количество Вы можете Представлять Да Я могу Прерутить Лебедку Поменять Унитаз То 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 Но Если Сделать Полную Дефектовку А еще Добавить Сколько Там Будет Скрытых Дефектов По корпусу По корпусу Да И так далее И так далее Но Это будет Зашкаливать Этот список И Второе Мы не Привыкли Понимать Где Мы Делать То есть Как Вы Хотите Работать Теплый Ангар Для Этого Нужен Где Его Взять Поставка Запчастей Ну Я вам Скажу Что Даже Вот Здесь Там Для Рошели Где Просто Все Склады Собраны Всех Брендов Но Это Проблема Чтобы Все Приходило Вовремя И Да При том Что Здесь Там Низкие Цены Все Остальное Та же Хорватия Это Черногория Это Каждая Просто Не Разрешат Работать Да Каждая Запчасть Это Проблема Это Поставки И так далее И так далее То есть В итоге Идет Два пути Развития События Либо Человек Увидит С чем он Столкнулся Он ее Просто Обратно Продает Покупает Нормальную Яхту Либо Просто Он не считает Деньги Для него Это Такой Самообман Чтобы Ну Вот Да Вроде бы Купил Дешевле Всем Лодку И четко Понимаете Что Это Будет Плюс Либо Просто Вы Хотите Купить Старую Хорошую Лодку Шведскую Например И ее Полностью Сделать Рефит Это Один Разговор Но Если У вас Главная Цель Например Сэкономить Ну Это Очень Маловероятно Что Сэкономите Деньги Первое И второе Не имея Опыта И восстанавливая Какие-то Детали Особенно Элементы Силовых Конструкций Да Вырвет Лебедку У тебя В крепкий Ветер И чего Утку Прикрутишь Плохо Ну Оторвется У тебя Утка Пока Тебя Не будет Ну Разобьет Лодку О причал То есть Это еще Не только Не к экономии Может привести А это Просто Может оказаться Небезопасно То есть Мне многие Спрашивают А вот Я там После Ирмы Куплю А я Там Сам Эту Эпоксидку Прилеплю Со Стеклотканью Но Я Всех Вот Стараюсь Призвать И вот Сейчас Саша Затронул Поэтому Благоразумие Есть возможность Да Прям Видео Для всех Сказать Ребят Первое Подумайте О безопасности Сэкономить Сэкономить Можно Но Не на этом Лучше Купить Лодку Действительно Вот Поменьше В которых Не 5 Кают Там 70 Футов Да Пусть Это будет 30 Футов Две Каюты Но Это Будет Лодка Как бы Из правильных Рук Хорошо Обслуженная Не битая Киль не отваливался 5 раз То есть Чтобы лодка Должна была Быть безопасной Поэтому Очень Очень Сильно Подумайте Если Хобби И вы понимаете Что делать Да У меня тоже Есть такая Мысль Когда Небудь Там Лет Через Несколько Когда я Уже Что-то Научу Сделать По яхте Действительно Купить Какую-то Лодку Легендарную Понимаете Да И вот Ее Своим Хобби Да Но Это просто Для себя Уже Сделать Для души Ну Не более Того Мне кажется Да Это Имеет Место Быть Да Когда Ты Хочешь Ее Восстанавливать Чтоб Она Соответствовала Полностью Тем Стандартам Получать Просто Удовольствие От Самой Работы От Самого Процесса И Потом От Результата Независимо Через Сколько Он Будет Два Года Значит Два Ну И то Не без Понимания Того Чего Делать Да То Мы В общем То Сейчас Какое Понимание Начинаем Получать Что Чего Как Может Быть Со Временем Научимся Что Ж Мы Рассмотрели Вот 7 Ошибок 7 Мифов Которые Присущи Клиентам При Покупке Яхты И Поэтому Будьте Внимательны Яхта Это Мечта Ее Надо Реализовать Но Помните Что Это Мечта Эмоциональная И К ней Надо Подходить С Холодной Головой С Рассудком И Очень Спокойно Взвешенно Взвешенно И В итоге Вы Получите Реализацию Той Мечты Которая Действительно Будет Приносить Удовольствие Вам Детям Супруге Иногда Вот Сей Семье И Друзьям Ну Что Ж Ребят Надеюсь Это Видео Немного Вам Безусловно Ошибок Мифов Их Намного Больше Мы Разобрали Основные Поэтому Лучше Не стесняйтесь И лишний Раз Спросите А мы С вами Прощаемся До Следующих Видео Саша Спасибо тебе Большое За рассказ До новых встреч Потому что Твой опыт Был Интересен Все Подписывайтесь Ставьте Колокольчики Контакты Саши В описании До свидания Продолжение следует